Жизнерадостности Раисы Сандульской может позавидовать любой человек. В свои немного за 60 она ведет невероятно активный образ жизни, путешествует по миру и помогает другим. Это ток-шоу «Давайте говорить». Я Айгуль Мукей. Здравствуйте. Здравствуйте, Раиса. И в преддверии 8 марта Международного женского дня мы будем говорить о сильных женщинах, для которых нет ничего невозможного. Одна из них – наша героиня Раиса Сандульская. И она расскажет нам о том, что сделала ее сильной, как она переживала все этапы своей жизни. И радости, и горе, и печали. И, в общем, пришла к этому прекрасному, невероятному состоянию. Я хотела бы представить сначала гостей в нашей студии. Вместе с вами пришла ваша подруга Алма Укенова. Верная подруга и соратница, я бы сказала. Также, безусловно, у нас есть в студии… Нет, все-таки начнем с женщины. Карлогаш Тимирханова – издатель, журналист, издатель журнала собственного и педагог Даулет Бимов. Спасибо большое. Я думаю, что мы с вами, все с интересом, выслушаем историю Раисы. Дорогая Раиса, чем вы сейчас занимаетесь? Давайте сначала расскажем нашим телезрителям, если кто не знает, может быть, чем занимаетесь, кто вы такая. Именно сейчас чем занимаюсь, кто я такая? Ну, во-первых, радуюсь жизни, потому что без этого никак. Я страшно люблю жить и при этом страшно люблю жизнь, саму жизнь. И буквально полгода назад я для себя нашла вот такое новое увлечение, так как я путешественница великая такая, пропутешествовала уже в 65 странах, побывала, и для себя нашла случайно, вот божественно обо мне заботиться, видимо, нашла вот такой клуб. Но, тем не менее, вы знаете, мы хотели бы начать и рассказать нашим зрительницам о том, что вы все-таки пример силы воли, силы духа, что пришли к этому вы через какие-то трагедии определенные. Давайте с этого начнем, с истории вашей жизни. Вы потеряли супруга. Да, в 40 лет я осталась вдовой. Осталась вдовой с тремя детьми. Дети были школьные, школьного возраста еще. И пришлось всему заново учиться. По той причине, что муж был старше меня намного, ну, на 6 лет. Не много, да, не много, но все равно на 6 лет. И он был одессит, и он был настолько мужчина, муж, отец, любовник и все остальное. Про него можно много говорить очень. И по этой причине я вообще не умела ничего делать, кроме как только готовить дома. И то я готовила, если что-то было в холодильнике. Если там не было мяса, я дверь закрывала ногой и говорила, а кушать нечего сегодня. И он говорил, да ты что, ты о чем? Смотри, у нас картошечка есть, а у нас помидорчики есть соленые, и вот огурчики еще соленые. Мы сейчас сделаем картошечку по-польски. И что-то такое придумал, на стол накрывал. В то время, как я надутая, типа, меня перещеголяли. Ну, когда его не стало, когда его не стало, произошла трагедия. И просто, просто, вот моментально. И мне пришлось учиться жизни этой. Мне пришлось, я тогда зарабатывала, я была заведующей бактериологической лабораторией, я зарабатывала 89 рублей, моя была вставка. Я еще получала 30% за вредность, нам этих денег не хватало. Мы лишились кормильца, так скажем. И я два года мыла полы во дворце пионеров. А сколько детей у вас? И сколько им было лет, когда они остались? Трое. Десятый класс, девятый класс, и сыну 12 лет было. Ну, вы знаете, вы сами знаете, мы подготовили сюжет, вы вместе с нашим корреспондентом сходили на кладбище, так сказать, попроведать могилу вашего супруга. Давайте посмотрим. Почему-то я точно понимала, что что-то очень-очень, ну, трагедия такая. И тогда мне сказали, что его не стало. Но я уже и до этого понимала, что его нету. Как-то так внутренне, наверное. И в таком состоянии я думала, как быть, что делать. И тут я увидела свою старшую дочь, как она выскочила, убежала. Я за ней, потому что мне надо было именно ей помочь. Я-то сильная, я понимаю, я взрослая, это ребенок. Как, каким образом теперь дети будут? Как так без отца? Это страшно. Это больно. И... Но есть еще продолжение жизни. А сколько лет прошло? 32. И... А что случилось? Автокатастрофа. Автокатастрофа. И вы дальше стали жить? Жить надо. Жить по-любому нужно. У меня же дети еще. Я должна была думать о них. Как? Каково? Дать образование. И не только. Хочется и одеть их. Хочется, чтобы и в доме все было. Так же, как и при отце. И я взяла две ставки и стала мыть полы по ночам во Дворце пионеров. Я убирала хореографический зал и мыла рекреацию. Тогда не было мускулов разных. И эти зеркала в хореографическом зале приходилось тереть газетами. И так как я санитарный врач, я к этому относилась очень серьезно. Я сейчас очень помню, как я щеткой отмывала плинтусы. Ползала на коленях и отмывала плинтусы. Они были покрашены белой краской. И я вот до утра. А утром мне надо было на работу идти. На свою основную работу. Да. И таким образом два года. Было трудно. Но зато у нас были деньги. И я давала всем даже у себя на работе взаймы. И когда мы получали, когда они получали зарплату, я была самая богатая. Потому что я отдавала им взаймы. И мне возвращали заем мои сотрудники. И мы никогда не стали себе отказывать. У нас всегда были яблоки на столе. В то время это была редкость в целенаграде, чтобы это надо было где-то достать, где-то купить. У нас всегда стол был полный. Я никогда не отказывала детям. Они были всегда у меня модно одеты. Хорошо выглядели. Счастливые. Ходили в кружки. И мы могли себе все позволить. Это потому что, да, Алма, расскажи, как ты шила, как ты их одевала, как ты придумала всевозможные фасоны. Да. И поэтому девочки всегда одевали. Алма мне напоминает, они у меня были самые модные. Никто еще тогда не носил никаких комбинезонов. И моя дочь на выпускной вечер пошла в комбинезоне. В белом комбинезоне это было вообще ноу-хау. Вот каким-то образом, видимо, я дома, меня папа, мама дали вкус этот к одежде, к жизни. Дома у нас всегда было очень стильно. И да, я их обшивала, ночами тоже это делала. Я могла, если утром у них там что-то вечером какое-то, какая-то вечеринка, я могла за одну ночь сесть, шить, не обрабатывала там внутри ничего. Шила, одела, и они пошли самые модные. И я счастлива, и им хорошо. И они до сих пор, конечно, у меня со вкусом очень такие дети. Да, вот Карлыгар, скажите, вот это же пример, да, женщины, когда руки не опускаются. А как, откуда взять эту энергию, откуда брать эти силы, чтобы не опустились руки? Я полагаю... Это же можно просто лечь и рыдать, и... Ну, зная Раису уже долгие годы, мы с ней познакомились, когда уже духовными практиками стали заниматься. Но я хочу сказать просто как о человеке. Дело в том, что в ней есть стержень. И этот стержень позволяет ей быть такой, какая она есть. Мало того, она очень целеустремленная, жизнелюбия, и она живая. Она просто живая. Она живая во всех отношениях, живая к жизни, потому что она обожает жизнь, она любит двигаться по жизни, она всегда старается быть примером. Не только для подруг, там, для взрослых, но и для молодежи. Вот это вот, наверное, вот эта струнка... Ну и такие подруги вас окружают, да? Подстать, подстать вам. Скажи, с кем ты дружишь, скажу я, кто, кто ты, да. Да, я скажу, кто ты, да. Кармагаш, что скажете? Ой, ну что я могу сказать? В общем, работая вот в журнале 20 лет, столько женщин, столько судеб прошло через страницы нашего журнала. И хочу сказать, я просто преклоняюсь перед такими женщинами, которые имеют стержень в себе, много, очень много. Особенно у нас, мне кажется, в Казахстане. Или на нашем постсоветском пространстве. Согласна. Часто встречаетесь с такими женщинами, как Раиса? Да, здравствуйте еще раз. Раиса Ханум, вы, во-первых, прекрасно выглядите. Во-первых, вы очень обаятельная, красивая женщина. Особенно, когда вы улыбаетесь. Я вот сейчас слушаю вас, и вы мне напомнили мою маму. Аналогичная история, но там она была гораздо моложе, ей было слегка за 20, и мы, маленькие дети, остались на руках. Но я тоже помню вот эти вот 90-е годы, нищета и все такое. Она вот ходит всех братьев и все такое. И вот, несмотря на все это, у нас были какие-то модные куртки, модные одежды и так далее. Если вот говорить про сильных женщин, Гульхан, то есть, и что их мотивирует, да? То есть, да, мама и вы, безусловно, сильные женщины. Я думаю, мою маму вдохновляли мы, как ее дети. Но вот, когда мы уже выросли, взрослые, уже заботимся о ней, я бы хотел, чтобы, допустим, как сильная женщина, она заботилась о себе в первую очередь. Думала о себе, любила себя, заботилась о себе и так далее. Мне кажется, вы согласны с этим убеждением? Сейчас я могу добавить. Ну, с этим не поспоришь. Раиса очень при этом любит себя. Это было всегда. Она настолько любит себя, она позиционирует себя. Дорогие дамы, да, в преддверии 8 марта мы будем... Да, я обращаюсь ко всем женщинам, которые... Любите себя, не забывайте о себе. Не забывайте о себе, да, Хармагаш. В первую очередь. Да, и это ей позволило быть примером для своих девочек. Выстоять, выдержать и оставаться такой же красивой, элегантной и со своей изюминкой. И потом она всегда женщина. Вот бывает женщина, говорит, о, я мужчина, у меня во мне мужские энергии, я вообще этого не понимаю. А, кстати, да, вот такого нет, да? Вы вроде одна и кормилец. У нее нет, она очень женственная. Но тем не менее, женщина-женщина, да? Она женщина-женщина, она женщина-женщина. Ну, знаете, я хочу сказать, что в жизни Раисы была еще одна трагедия, вот этим все не ограничилось, к сожалению, да? Вы потеряли сына. Да, и 33 года исполнилось моему сыну, он младший ребенок, и его тоже не стало. Тоже автокатастрофа, и я к тому времени уже была миллионерша. В моем активе были миллионы. Деньги ничего не значат в этой жизни порой. Я не могла ему помочь, я не могла его спасти. И мне на то время не хотелось жить. Наш дом был прямо на берегу реки, и я сходила и ждала. Это был октябрь, когда я его похоронила. Я ходила, ждала, когда замерзнет речка, и чтоб я могла уйти под лед. Я вынашивала эту мысль, я готовила дрова, носила их на берег. Я думала, если я где-то с краю уйду под лед, я вытащусь. Я начну цепляться за траву и выползу оттуда. И поэтому я разработала такой план, чтобы в середине мне сделать лунку эту, чтоб я могла в шубе, в сапогах в эту лунку уйти, и чтоб у меня не было возможности выползти из-подо льда. Я даже дров натаскала. Думаю, ночью я зажгу костер, этот костер, он расплавит эту лунку, я смогу. Но к огромному счастью, к огромному моему счастью этого не случилось. К нашему большому счастью и слава богу. Что-то вас задержало? Что вас задержало? У меня был семейный друг. Ну, не у меня, у нашей семьи был друг. Он работал начальником милиции. И они, видно, хорошие психологи были. Он увидел мое состояние. Он догадался, видимо, о чем я... Ну, и в итоге он меня просто за шкирку отправил в Индию. Сказал, тебе нужно туда съездить. Я не стала слушаться. Просто сказала, пока я съезжу, речка лучше замерзнет. Я себе такое вот думаю. Река как раз лучше замерзнет. Лед будет потолще. И я, когда вернусь, я все равно это сделаю. Но я вернулась другим человеком. Совершенно другим человеком. Именно там я познакомилась со своей подругой. И у нас с ней потом начались мыторства. Столько вопросов было к жизни. Ответы не находилось. За что? Ответы не могла найти. И мы с ней Перу, Мексика, Гавайи несколько раз. Мы по таким огромным метрам ездили, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Я благодарю вселенную, что у меня была возможность. Есть она. Возможность в деньгах. Я могла себе позволить эти поездки. У вас был какой-то бизнес. Да. Кстати, после смерти вашего супруга вы с детьми стали заниматься бизнесом. И на это хватило ситуации. Да, и на это у меня хватило. И мы стали ездить. Вот вместе с ней много мы объездили. Но все-таки в Индии мы остановились. Я до сих пор туда езжу. Я до сих пор учусь. Ну хорошо, давайте поговорим об этом чуть позже. В преддверии 8 марта мы на телеканале Хабар. В программе «Давайте говорить о сильных женщинах». Говорим. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У нас в студии Раиса Сандульская, глядя на которую забываешь о возрасте, о том, что стереотипно в таком возрасте женщина – это бабушка. Она сохранила свою молодость, красоту и жизнелюбие, сумев преодолеть страшную потерю. О том, как сейчас живет наша героиня и как она сохраняет свою молодость, свои годы, узнаем прямо сейчас. Итак, Раиса, вы сказали о том, что вы путешествуете сейчас, да, и занимаетесь этим практически профессионально. И сколько стран вы посетили? 65 на сегодняшний день, 65 стран. Я это чутко знаю, потому что с любой страны я что-то привожу. Я что-то привожу, да. То есть это как эти… Это у меня… Сейчас уже маленькие сувениры привожу. Это из натурального камня, натурального дерева, из соломы, из перу. Перуанок, да, мы привезли. Вот что-то. Как же запомнить, откуда, с какой страны? Ну, например, печник с Лондона, я его там покупала. Такой красавчик стоит у меня. Раньше тарелки привозила, а теперь уже не стала. А тарелками вся кухня завешена. Знаете, пыль вытирать. Вы в своё время потёрли пыль там в рекреациях Творца культуры, поэтому да ну их эти тарелки. Да, да, точно. Да, вы знаете, мы подготовили сюжет о вашей нынешней деятельности. Раиса Сандульская – психолог, предприниматель и путешественница. В свои 73 года она посетила 65 стран. Я была в 65 странах на сегодняшний день. Это ещё не предел. У меня есть куда ещё поехать. Не забывает Раиса и о своих внуках, с которыми поддерживает тёплые дружеские отношения. Тем не менее, стандартная жизнь пенсионера тяготит Раису. Поэтому она постоянно открывает для себя новые знания. Много путешествует и не боится влюбляться, несмотря на трагедии в её жизни. Ну вот о том, что не боится влюбляться, мы чуть попозже поговорим, да, с вами. И всё-таки география путешествий ваших удивляет. А средства откуда берутся на путешествия? Как вы вообще рассчитываете? Вы вместе продолжаете ездить? Вот этой весной, этим летом поедете куда-то? Мы вернулись 19 января. Мы были в круизе по Персидскому заливу. В этом году она планирует со своей семьёй, я планирую со своей семьёй. И поэтому я вовлеклась в этот процесс. Я тоже путешественница, тоже люблю. И как бы вот в этом состоянии находимся. То есть вот эти духовные практики, путешествия, оттуда вы берёте силы? А что же вы нашим женщинам посоветуете, у которых нет возможности поехать куда-то за границу? Как вот сейчас? Было бы желание, возможность всегда найдётся. Должна быть страсть, страстное желание. Я хочу этого. И возможность всегда найдётся. Когда распался союз, вот вы спросили, откуда у меня деньги, да? Где я беру возможности такие. Когда распался союз, я знала, что я очень умею красиво накрывать на стол и вкусно готовить. Этому я научилась дома, у папы с мамой. И вот этот навык я применила потом уже в 90-е годы. Я ушла со своей работы, написала заявление, положила партбилет и сказала больше всего, до свидания. Но я правильно поступила, как оказалось. Я взяла маленькое кафе, щитосборное такое в парке. Думала, ну вот я лето отработаю и всё на этом. Отработали лето, нам так понравилось. Я и мои дети работали, никто больше. Я и мои дети. И нам понравилось. Никаких наёмных работников не было. Я не знала, что можно нанимать. Не знала, врач, ну откуда я? Да, вы не представляете. Целую ляжку я вот такой мясорубкой должна была перемолоть мясо, нарубить лук. Я готовила чебуреки своими руками. Но хозрасчёт мне привозил. 22 копейки пирожное стоило, 12 копеек лимонад стоило. А ещё какие-то, а остальное вы делали сами, да? Да, только чебуреки, больше ничего. А чебуреки и лимонад, да? Это кафе в парке, да? Да, кафе в парке было, да. И когда мы отработали лето, нам это понравилось, и мы решили со своей квартирой сделать тоже кафе. Выстроили со своей квартирой кафе, потом выкупили второй этаж, сделали кафе. Жили где? Там же в этой квартире жили? Квартиру снимали. А, снимали квартиру, да? Это предприимчивость такая. Вот какая предприимчивость, да? Мы ушли, да, сделали хороший ремонт такой, открыли кафе. Наши кафе очень любили. Сейчас мы его сдаём в аренду, потому что занимаются дети. Мои дочери и сноха занимаются всем этим. Простите, вот Адаулет, вы бизнесмен, и вы карлогаш-бизнесвумен. Это нормально сейчас так рисковать? Мне кажется, сейчас и молодёжь так рискует, да? То есть... Сейчас вот Раиса Ханум сказала одну конкретную фразу. Без страсти нельзя заниматься такими делами. Если ты это делаешь без страсти, только для того, чтобы заработать денег... Не получится. Я думаю, ты заработаешь только работу. А если есть страсть, то можно всё делать. Особенно в наше время. И да эти времена они были всегда. Да, если есть страсть, ничего невозможного нет. Поэтому вот, пожалуйста, яркие примеры. Если вот обращаясь тоже к зрителям, к женщинам, которых вот какие-то внешние препятствия тормозят, это какие-то вот стереотипы по поводу восточной женщины. Не надо бояться. Страсть, мечта, вперёд, и будет у вас всё. И особенно не надо бояться возраста. Пожалуйста, ещё один пример. Вот-вот, да. Тогда насчёт возраста, это конечно... Интересно, она не потеряла в себе ребёнка. Да. Она всё время зажигается. А, Алма, ты представляешь, вот это, вот это, давай, давай. А я так всегда говорю, ну, знаешь, Раиса, да, конечно, ну вот здесь бы я немножко... А вы у неё учились? Вы, например, создавали какой-то бизнес? Дело в том, что у меня своя жизнь, у меня свои интересные вещи. Да, да, да. Но с ней мы начинали очень много моментов таких практических. И сделаем какой-то определённый момент, выиграем, вот это уберём. Дальше пошли, дальше пошли. То есть вовлекаясь. И вот в последний вот этот бизнес, она тоже, я говорю, стала смотреть в Инстаграм, почему я туда вовлеклась. Я говорю, что-то с Раисой не то происходит, что-то она как-то поменялась. Ну, мы с ней так. Я говорю, Раиса, ты что, чем ты занимаешься? Слишком молодёжная стала. Кок у неё там сбитый был это. Кстати, да, да, вот по поводу вашего молодёжного. Ну, вы всегда хорошо выглядите, да? Она прекрасно выглядит, она всегда в ногу со временем. Да, Раиса, ну скажите, что было такого? Сейчас на вас обращают внимание наверняка. Вот по поводу того, что обращают внимание мужчины, мы ещё попозже поговорим, но тем не менее, вот ваш стиль, мне это интересно. Мне очень хочется быть с внуками близкой. Я очень хочу понимать их, я хочу, чтобы они меня понимали. По той причине, так много слов новых сейчас, всего. Я учусь в интернете всему, я лазаю, я покупаю программы разные, я сижу, учусь всякие. Хочу быть интересной для своих внуков. Только это меня движет, чтобы я была с ними наравне, потому что, ну, пирожки спечь я всегда им смогу. Носки связать тоже, я умею этого, но мне это неинтересно. Лучше мне быть с ними рядом, чтобы они гордились мной. О, это моя бабушка. Они гордятся, да? Очень. Они взрослые, да, у вас это полагают? Одиннадцатый кончают, внучка девятый, и меньше во втором классе, но самый старший уже закончил. Ну, конечно же, они гордятся. И у вас есть Инстаграм, вы также видите в социальных сетях. Да, да, да. Они приходят, говорят, тебя весь класс читает. О, да вы что? А сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Чуть 16, что ли, тысяч. О, ну, это серьезная цель. Ну, как только открылся Инстаграм, я была в числе первых. Да вы что? И мои внуки приходят ко мне ночевать с классом. Вы не поверите? Правда, правда. С классом приходят. И я счастлива, что я могу быть полезна для них. Мне это, мне это... Мы говорим обо всем с ними. Да, 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 целый класс приходит. Она все приготовит им, ну, так не готовит, как все бабушки, там, пирожки. Все делается, ну, суккуба... Такой современный, да? Современный стиль. Да, 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 да. Да, 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 да. Можут заказать пиццу. Толстый, да? А потом, говорит, молодежь, вы, пожалуйста, отдыхайте. Отдыхайте. А я пошла к себе. И вот эта доверительная метода или вот эта доверительная система воспитания, общения, она вот дает о себе знать, да? Я буду знать, чем они дышат. Она позволяет. О чем они думают. Кто ихние друзья, это немаловажно. Родители ихние на работе, все время у них, ну, зарабатывать деньги, да? У них цель такая, расти детей. А я-то уже освободилась от этого, деньги мне дети мои дают. Я полезна им вот именно воспитание этих. Не нянчить, нет, не нянчить, а показывать свою жизнь через свою призму, подавать им, чтобы они в подъезде учились сексу, еще чему-то, еще чему-то. Лучше я им расскажу, как это. Лучше я им донесу об этом. Когда внукам было 4, 5, 6 лет, она их брала и улетала отдыхать. А, ну вы так это интригируете. Это с такими маленькими детками. Она сейчас говорила про секс, а теперь вот она их брала. Маленьких с собой. Нет, начиная с такого возраста. То есть вы с своими внуками говорите на эти как бы запрещенные темы, а бабушка говорите на темы секса. Да. Разве это запрещенная тема? Полового воспитания, да нет, конечно, но я не думала, что бабушка говорит на эту тему с внуками, да, то есть как предохраняться, я не знаю, да, какие-то вещи. Ну, потому что моя семья была мусульманская и табу. В доме у нас было табу. Мама мне ничего об этом не говорила абсолютно. Тем более папа, папа военный. И я многого не знала в этой жизни. Многого не знала. Все познавалось как-то так через пень-колоду, давайте так скажу. Не разрешали даже дома, даже Мапасана приходилось читать под одеялом. И вот такой фонарик у меня был, который надо, жужжалка такая. Ну, вот это такой интересный вопрос. Я думаю, что мы в последующих программах будем говорить. И вот вы педагог, да, и наверняка вы понимаете, что вопросы там полового воспитания и вот такого доверительного отношения с детьми, они актуальны, и это нужно. Но, тем не менее, вы своим детям рассказываете ли у вас еще? Мои дети еще пока маленькие, но я вот как специалист по работе с детьми, как детский психолог могу сказать, вот вы говорите, вы говорите как бабушка. Во-первых, нужно говорить об этом с детьми. Вопрос, кто и когда, да, вот кто должен, на эту тему с детьми должен говорить тот, кого дети слушают. Ну, если у Раисы есть контакт с детьми, почему бы не ей этого сделать? Ну, авторитет это чуть-чуть может быть другой, вот если в этом контексте. А есть вот такой доверительный такой контакт с детьми, что вот нужно разговаривать на такие деликатные и иногда табуирные темы. Это очень важно, потому что говорят же, если вы говорили, говорит, со своими детьми о сексе, нет, вы что, поговорите, многое узнаете. Вот очень хочется, чтобы вот эти знания были не из подъезда, а из таких, из уст такого авторитетного, знающего человека. Если это бабушка, пусть это будет бабушка, здорово. И вам большой респект, потому что большинство родителей приходят и не знают, что с этим делать уже постфактум. Потому что в свое время не наладили контакт. Ну вот, да, об этом мы немножко, как говорится, съехали с темы. Потому что у нас 8 марта, а это не какие-то там отношения, а все-таки романтика. И любовь вот такая, знаете, волшебная, которая в облаках. И поэтому, женщины, мы сегодня и все эти дни мартовские, мы первые, значит, и законодательницы. Поэтому будем пользоваться, немножко перебьем мужчину. Я просто хочу сказать, что и в вашей жизни есть не только функция бабушки, бабушки, лягушки, путешественницы, но и любовь, да, я так полагаю. Давайте, я не полагаю, я знаю. Давайте об этом поговорим чуть позже, через короткую паузу. Не переключайтесь. Многие пожилые люди склонны думать, что любовь это для молодежи. Они полностью посвящают себя внукам или любимым занятиям. Но наша героиня Раиса Сандульская разрушила этот стереотип. Ведь ее жизнь скрашивает не только интересный досуг, но и симпатичный молодой человек. О любви, для которой возраст не помеха, мы говорим прямо сейчас в нашем ток-шоу. Раиса, вот и подошли мы к самому интересному. Рассказывайте, что за симпатичный молодой человек. Ну, как же жить в жизни без любви? Да. Сама жизнь есть любовь. Сама жизнь – любовь, да? И каждой женщине, давайте не будем лукавить, каждой женщине хочется слушать и слышать в свой адрес приятные вещи именно от мужчин, чтобы нами любовались, чтобы нами гордились, чтобы говорили какие-то вещи именно, которые только для тебя, в общем-то, назначены. Да, и поэтому, что тут зазорного, если ты имеешь рядом с собой молодого человека? Вы прямо уж молодого, я стала как-то это. Насколько моложе? Наполовину. Вау! Браво! Браво, браво! Да вы что? А как вы встретились, как познакомились? Что за история любви? Видимо, я очень интересный человек. Но не видимо, это очевидно. Это очевидно, красавица, очень-очень интересная женщина. Видимо, я очень интересный человек, не только внешне, наверное, внутренне я еще очень интересная. И ко мне действительно притягиваются, притягиваются мужчины. Им просто хочется рядом побыть, хотя бы рядом побыть. Очень много мужчин, которые просто не то, чтобы чай попить приглашают. Я отнекиваюсь, конечно, но не от того, что я не хочу. От того, что не всегда есть настроение. Не всегда хочется быть жилеткой. А, вот так бывает. Да, не всегда хочется быть жилеткой. Зная, чем я занимаюсь, зная, кто я такая. И, наверное, чувствуя, что я могу чем-то помочь, я могу какой-то совет дать, мудрость какую-то дать. И мужчины начинают плакаться. И вот тут, конечно, не хочется быть жилеткой, отказываешься. Знаете, иногда бывает, что вот как-то взгляд замылится, и вам кажется, что это, ну, люди, женщины порой не различают, где любовь, а где вот это просто, я не знаю, какое-то отношение. Интересно, как жилетки, вы видите точно, так, этот что-то хочет, вот это от меня поиметь, вот этот чего-то, это хочет поиметь, да? То есть как жилетку меня использовать? Или там, чтобы я ему деньжат подкинула? Нет, у меня немножко не так. То есть такого эти, как называют, альфонсы? Нет, я такого не... Я просто чувствую человека, я очень чувствую. И с кем мне интересно, я встречаюсь чаще, провожу время больше. Но материально независим от вас? Нет, абсолютно, абсолютно. Очень обеспеченный. Я бы, ну, я бы так... Ну, уж, ну, даже не знаю, да, обеспеченный человек. И мне очень с ним интересно, потому что он закончил Оксфорд, он учился там, он очень много знает, он очень много путешествует, мне есть о чем с ним разговаривать, мне есть о чем с ним вечера проводить. Я, как я его слушаю, так и он меня слушает. У нас есть какие-то общие такие интересы. Собственные, они родственные. Понимание есть, взаимное, да. Да ничего, я очень хорошо к этому отношусь. А вот, вы знаете, наши корреспонденты были у вас в гостях как раз в тот момент, когда вы собирались на свидание. Давайте посмотрим. Очень замечательный, очень замечательный, нежный, хороший любовник, сильный мужчина, заботливый, решает много очень вопросов. И мне это нравится. И каждая, наверное, женщина хотела бы иметь рядом с собой именно такого надежного, надежного человека. Если говорить о любви, если говорить о любви, то хочу сказать, что самая большая любовь – это дружба. Когда человек понимает друг друга, вот это и есть любовь. Ой, ну я в шоке просто, как говорится. В приятном шоке. В приятном шоке. Конечно, приятном шоке. Удивляйте, удивляйте. Да, да, удивляйте, удивляйте, Раиса. Но мне все хочется подробностей, понимаете, по-женски. Как это? И то есть вы говорите, мы каждый вечер встречаемся, проводим. Ну, не каждый вечер. Ну, не каждый вечер, но часто проводите время, да, вместе. Да, когда есть возможность, когда есть у обоих желание такое, нет никакого насилия, нет, я сегодня приду, а я не хочу. Такого нету. Когда есть возможность, проводим. И нам это интересно. Извиняюсь, спросите, он не женат? Он не женат? Нет. Конечно, нет, мне кажется, Раиса. Поэтому я и не хотела демонстрировать, я хочу, чтобы он семью все-таки создал, чтобы у него была семья своя, чтобы он не только время уделял мне. Вы хотели спросить? Да, 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 конечно. Вообще существуют классические типологии любви, их шесть, но я их про все не буду, конечно, рассказывать, целая лекция получится. Но здесь это очень похоже на Агапы, это синтез Эроса и Сторги, такая любовь, дружба, и при этом есть какая-то эротика в хорошем смысле этого слова. Понимаете, я смотрю на вас и думаю про сильных женщин. Потому что есть такой стереотип, особенно в нашей стране, в последнее время, вот сейчас с каким-то событием все женщины ходят, что-то там, кого-то выпрашивают и так далее. И многие женщины и мужчины заблуждаются, когда думают о том, что сильная женщина, это как-то одна всех тащит, за всех все решает, я могу, я умею, я сейчас порву, в общем, эту проблему как вызов и разорву ее на части, в общем, и так далее. На самом деле же нет, потому что сильная женщина, это та женщина, которая может позаботиться о себе, прежде всего в эмоциональном плане. Я очень горжусь вами в том смысле, что вы не стесняетесь любить, не стесняетесь создавать для себя благоприятные, эмоциональные, чувственные условия. Понятное дело, что вот в 90-е, в нулевые, когда были проблемы, женщине приходилось, и это абсолютно нормально, когда женщина в том числе материально независима, когда она работает и так далее. Но очень важно, я бы хотел обратиться ко всем женщинам, к сестре своей, к матери и ко всем остальным, заботитесь о себе. И на самом деле самое главное, как бы это банально и пафосно не звучало, вот любите себя. Вот как бы мне, я считаю, сильная женщина, это которая любит себя. Да, конечно, при этом она заботится о детях, она априори сильная. Боже мой, когда я смотрю на свою супругу, как она заботится о своих детях. В смысле, а такая самовлюбленная, которая забыла обо всем, но это немножко разные вещи. Здесь перед нами, внимание, уважаемые дамы и господа, перед нами сидит, ну, по крайней мере, я так считаю, реальный такой конкретный образец сильной женщины. Потому что не просто, как бы сказать, бизнес-вумен, дела какие-то, инстаграм, красивая одежда, внешний вид и так далее. Это помимо этого человек удовлетворяет свои романтические потребности. Я преклонюсь перед вами, серьезно вам говорю. Да, браво, браво. И вот в хорошем смысле слова завидую. Прекрасно, прекрасно. Вот как-то так. Отлично. Замечательно. Да. Если не любить... Возвращение не помеха. И возвращение не помеха. Конечно. Это возвращение не помеха. Если не любить себя, что мы можем дать? Какую любовь мы можем дать кому-то? Прежде всего, от любви к себе начинается любовь. Я так думаю. Ну, а вот это вот женщины в основном же, как бы, это жертвенность у женщин, да? Я должна отдать. Это начинается мужу, потом детям, потом... Никто никому ничего не должен. Это вот первое. Да. Особенно вот эта женщина должна. Это, понимаете, вот эти детско-родительские непонятные интроекты. Ты кому-то что-то должен. Женщина, вот ты должна быть ответственной, целомудренной. Конечно, так и должно быть. Но, понимаете, вот этот должен, вот этот интроект, он мешает быть счастливым. Понимаете? Потому что есть какие-то нездоровые стереотипы. Я бы, вот, не знаю, я вот сейчас с вами разговариваю, я так сильно теперь скучаю по своей супруге. Я, вот, понимаете, да, я хочу поговорить со своей мамой. Конечно, я домой сегодня приеду с цветами. Вы вдохновляете, и это здорово. Вот такая должна быть сильная женщина. А не та, которая пашет целыми днями, берет на себя ответственность. Я не знаю, решает какие-то, ну, давайте условно назовем, мужицкие проблемы и все такое. Ну, вот, как-то так. У меня было какое-то подозрение, что, вот, помните про жилетку, когда вы говорили? Да, да, да. Есть женщины взрослые, которые в психологии такой термин есть, они усыновляют этого мужчину. Да, да, да. Вот, сколько у тебя детей пятеро? Подожди, у тебя же их четверо. Ну, у меня же еще муж есть. А, кстати, да. И она думает, что она сильная женщина. Да, она молодец. Она не сильная, она глупая, понимаете? Я, вот, вы уж не обессудьте, если я так чрезмерно эмоционально, потому что резонируют мне некоторые вещи вот здесь. Ну, вот, я же психотерапевт, ко мне разные люди приходят, и мне так хочется всем сказать. Пожалуйста, вот, займитесь собой прежде всего. Вот, сильная женщина, я повторяюсь, это та, которая, помимо всего того, что какие-то бэкграунды у нее есть, жизненный опыт, она думает о себе. И несмотря ни на что, в том числе возраст и какие-то внешние преграды, она старается быть счастливой. Спасибо большое, Даулет. Я думаю, что вот уже как-то резюмируя нашу программу, которая выходит, еще раз повторюсь, в преддверии нашего женского праздника. Он вообще, вам нравится, женский праздник этот, 8 марта? Каждый день праздник у нас. У нас каждый день праздник. У нас каждый день праздник. Каждый день праздник. Утро начинается, уже праздник. Да, да, да. И что бы вы хотели получить послезавтра в подарок? Вы ждете подарков вообще какие-то ставите своим мужчинам? Нет, как-то так, абсолютно нет. Нет, да. Но я люблю сюрпризы. Сюрпризы. Конечно. Вы тоже? Сюрпризы люблю, но я больше люблю сама дарить. Нет, ну, Раиса, в данном случае не об этом. Ну, один раз 8 марта, поэтому пусть это пусть дарит. Мы друг другу и так подарим все девушки друг другу, но сюрпризы же приятны. Да. Хорошо. А я думаю, что как-то вот завершая нашу программу, Карлыгаш, ваше пожелание и ваше вообще мнение вот о Раисе, для Раисы? Вообще мне хочется сказать, есть такое вот выражение, все, что, говорит, нас не убивает, делает нас, говорит, сильнее. Сильнее. И мне кажется, вот эти слова относятся именно к вам, Раиса. Я вообще восхищена вами, удивлена вашей вот историей жизни. Благодарю Айгуле, что вот была приглашена на эту передачу. Я просто восхищена. И я хочу сказать, что это, наверное, действительно вот ваш пример. И вот, как я отметила, возраст не помеха, да? У нас же как есть женщина, которая, ну, я уже там, уже пора списывать, да? Ну, разве по вам это скажешь? Вы прекрасно выглядите, у вас действительно есть свой стиль, ваша вот шикарная улыбка, великолепно вы выглядите. Я просто восхищена. Ну, кроме этого, как вы за здоровьем своим следите? Что вы, ну, вы же уделяете этому много времени, да? Да, уделяю, конечно, удивляю. Хожу в фитнес, в фитнес-клуб хожу. Сегодня только своей подружке похвасталась, я говорю, я записалась на утренний бег, буду теперь каждый три раза в неделю бегать в шесть утра, полтора часа. Ну, я медитирую, я духовными практиками занимаюсь. Я очень много уделяю, я обязательно, если я в городе, если я не в поездке где-то, я один раз в неделю хожу на полный массаж полностью, с кончиком пальцев до макушки головы. Ну, питание у меня тоже не ничто попало. Как вы говорили, вы любите себя, и ваш организм вам с благодарностью, в общем-то, отвечает. Да, и я очень благодарна организму. Поэтому мы пожелаем вам здоровья в первую очередь. Как и всем нашим женщинам. Алма, пожалуйста, пару слов, пожелания и подруге, и женщинам Казахстана. Обязательно. Я очень счастлива, что у меня такая замечательная подруга. Верный соратник. Действительно. Это надежное плечо, это отзывчивый человек, это жизнелюбие, это яркость. Сегодня было очень много сказано. Я хочу пожелать ей оставаться такой же, она и будет такой же. И вдохновлять многих женщин, мужчин на различные-различные подвиги. Да, вот это сегодня и ваша миссия. И в этом вы ответственны сейчас, Раиса. А всем нашим телезрительницам, девочкам, женщинам, мамам, бабушкам, я пожелать хочу здоровья. Здоровья, красоты и любите себя. Любите себя ни на что. Что бы ни говорили вам, любите себя, оставайтесь такими же красивыми. Потому что казахстанские женщины самые уникальные, самые красивые, самые неподражаемые. У нас такая изюминка. Цените это. Да, Алмаз, спасибо большое. И в заключении, конечно же, слова пожелания от нашего мужчины. Даулет Бимов, пожалуйста. Спасибо, Игуль. Спасибо, что пригласили. Ну, я хочу от всей души, от чистого сердца поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть достойные мужчины всегда будут рядом с вами. Вот это верно. Да, нам это нравится. Привет своей маме, своей супруге, всем женщинам, которые меня окружают. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну и вот такой сюрприз отменяется. Да вы что? О, браво. Спасибо. Мы сюрпризы любим. Девочки, мы же говорили о том, что... Три четыре сбываются. Вот, пожалуйста. Сюрпризы. Вау. О, какая красота. Сюрпризы. Спасибо большое. Благодарю вас. О, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. О, красота какая. Благодарю вас. Вау. Спасибо. Спасибо большое, Даулет. Какие шикарные цветы. И стремлениям к жизни. Чтобы все трудности были лишь временными, а рядом всегда был с вами мужчина, который станет опорой и поддержкой. Мы поздравляем всех вас с наступающим Международным женским днем и желаем вам, дорогие дамы, счастья и здоровья. Смотрите наше ток-шоу «Давайте говорить» на телеканале Хабар. С праздником наступающим. До свидания. Спасибо. Продолжение следует.